Здравствуйте друзья! Нашу сегодняшнюю встречу мы начнем с течения известных стихов Библии. Уверен многие из вас знают эти стихи наизусть. Вот что Библия говорит о себе в этих стихах. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Какие выводы мы сможем с вами сделать на основании этих двух стихов? Вывод номер один. Все Писание было дано Богом. Библия это не человеческое произведение. Скажем так, это не только человеческое произведение. Автором Библии является Святой Дух. Все Писание богодухновенно. Вывод номер два. Все Писание полезно. Какое место из Библии мы бы с вами не взяли для изучения? Это исследование принесет нам что? Это исследование принесет нам пользу, как здесь написано. Вывод номер три, который мы можем сделать на основании этих двух стихов, заключается в том, что, исследуя Библию, мы можем с вами чему-то научиться. И не просто чему-то, а научиться тому, что принесет нам пользу. Писание может нас обличить. Оно может указать, где мы поступаем неправильно. И далее Писание также может нас исправить. Писание полезно не только для обличения, но и для исправления. Согласитесь, важно не только указать на грех, но и помочь человеку исправиться. Писание может наставить нас в праведности и подсказать нам, как нам поступать в том или ином случае нашей жизни. Друзья, если в вашем доме есть Библия, то в вашем доме есть благословение. Но важно то, чтобы Библия не просто стояла и пылилась на полке. Важно читать эту книгу. Согласитесь, если в вашем доме будет буквальный хлеб, и он будет у вас лежать аккуратно упакованный на полочке или в корзинке. Но если вы не будете кушать этот хлеб, то этот хлеб не принесет вам никакой пользы. Этот хлеб сколько угодно долго может простоять у вас в доме. Но до тех пор, пока вы не начнете есть этот хлеб, вы не получите от этого хлеба никакого благословения, никакой пользы. Точно так же обстоит дело из Библии. Я знаю, что у многих из вас в доме есть эта книга, но я также знаю, что многие из вас притрагиваются к этой книге только раз в месяц или раз в полгода. Да и то для того, чтобы вытереть с этой книги осевшую на нее пыль. Не в этом ли состоит причина того, что мы сегодня встречаемся с такими слабыми верующими, которых так легко обмануть? Помните, как поется в одной известной детской песенке? Ему с три короба наврешь и делай с ним что хочешь. Многие верующие сегодня считают своим религиозным долгом бегать от одного ютуб-канала к другому. Они послушают там немного, что говорят на том канале, потом они переходят на другой канал, на третий, и это они называют духовным питанием. Сами они Библию не исследуют, а если исследуют, то только для того, чтобы доказать кому-то свою правоту. А затем, после такого нерегулярного духовного питания, эти люди еще удивляются своему плохому духовному состоянию. Друзья, мы много сегодня слышим о совершенстве, о святости, о том, как достичь святости. Но обратите внимание, в этих двух стихах, которые мы с вами только что прочитали, уже все об этом сказано. Павел, после того, как он перечисляет все преимущества, которые мы можем получить от чтения Библии, дальше пишет. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. И так как мы можем стать совершенными, как мы можем приготовиться, как здесь написано, ко всякому доброму делу. Что нам необходимо сделать, для того, чтобы приготовиться ко второму пришествию Христа. Нам нужно изучать Библию, и таким образом мы будем готовыми. Многие сегодня, услышав от очередного проповедника о том, что уже скоро конец, начинают писать в комментариях, братья, нам нужно приготовиться к этим событиям, братья, пора просыпаться, давайте будем готовиться. Вы знаете, читая комментарии этих людей, становится ясно, что эти люди сами не знают, как им приготовиться ко второму пришествию. Вся их подготовка заключается в том, чтобы уехать из города в деревню. Но в этой деревне они будут так же не готовы, как и в городе. И второе пришествие застанет их неприготовленными. Сегодня многие политики ищут какие-то духовные скрепы, чтобы объединить свой народ. Но длинные и скучные рассказы о истории, о половцах, о варягах или о татаро-монгольском иге, это все не принесет людям никакой пользы. Потому что Библия говорит, праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Если народ не будет читать Библию и стараться жить правильно по Библии, то в какой стране вы бы не жили, там будет плохо. В этой стране будет неуютно жить. В такой стране будет процветать воровство, насилие и убийство. Это то, что мы сейчас видим. Итак, друзья, давайте не будем легкомысленно относиться к этим словам Библии. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Эти слова, если поступать согласно тому, что говорит Библия, приносят в страну мир и порядок. Но это было только вступление к нашей основной теме. Говорить мы будем сегодня с вами об одном эпизоде Библии, который начинается со слов «Был голод на земле во дни Давида три года, год за годом, и вопросил Давид Господа». На что я обратил внимание, когда я читал это местописание? Во время правления Давида был голод. Ну, голод и голод, мало ли что может произойти, сказали бы многие. Многие, но только не Давид. Давид отличался от многих других тем, что он что сделал? Он вопросил Господа о причинах этого голода. Друзья, известно ли вам, что голод просто так никогда не происходит? И бедствия тоже просто так не происходят? И террористические акты, в которых погибают сотни граждан и сотни остаются инвалидами, эти террористические акты тоже просто так не происходят? У Бога не бывает случайностей. У каждого бедствия есть свои причины. Сегодня можно слышать голоса различных блогеров и обозревателей, которые пытаются объяснить причины различных бедствий. Они проводят десятки и сотни программ, на которых они пытаются выяснить причину произошедшего. Но многие причину так никогда и не находят. Давид отличался от многих других тем, что о причинах голода он не спрашивал у других людей, он спросил у Бога, а не у смертных и ничего не знающих людей. Но давайте немного остановимся на этой теме голода и рассмотрим причину, почему в различные времена Бог допускал голод и для народа израильского, и для других народов. Давайте хотя бы вспомним голод, который произошел в Египте во времена Иосифа. Как вы, наверное, помните, согласно толкованию Иосифа, снов фараона в Египте вначале должны были быть семь лет изобилия. Эти годы изобилия во сне фараона были представлены семью полными коровами и семью полными колосьями. И разъясняя этот сон фараону, Иосиф тогда сказал. И сказал Иосиф фараону, сон фараонов один, что Бог сделает, то он возвестил фараону. Так кто сделал этот голод? Бог сделал этот голод и сразу возникает второй вопрос. А для чего Бог допустил этот голод? Бог допустил этот голод в Египте для того, чтобы семью Иакова перевезти в Египет. В результате этого голода, а был голод по всей земле, Библия говорит, из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Итак, мы с вами разобрали одну из причин, почему Бог тогда допустил голод, для того, чтобы израильский народ мог бы поселиться в Египте. Были еще причины, о которых сейчас мы говорить не будем. А вот еще один стих, в котором тоже упоминается голод. Здесь написано, и пошел Илья, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. А какая в этом случае была причина голода? Причина, как мы с вами помним, заключалась в наглом и массовом отступлении народа от Божьих принципов. Большая часть народа израильского в то время поклонялась ложному Богу Ваалу. И Бог лишил народ своих благословений. Не было дождя, не было даже росы. Вот какова была причина голода во времена царя Ахава и его нечестивой жены Изавели. Итак, как вы уже поняли, никогда не бывают бедствия без причины. У каждого бедствия есть свои причины. И какова же была причина голода во времена царствования Давида? Библия говорит, был голод на земле во дни Давида три года, год за годом, и вопросил Давид Господа. И сказал Господь, это ради Саула, или это из-за Саула и кровожадного дома его за то, что он умертвил гаванитян. Вот вам причина голода. Этот голод произошел потому, что Саул, когда он еще был у власти, умертвил гаванитян. Это интересно, не правда ли? Саула уже не было в живых, на престоле уже сидел Давид, и во время царствования Давида происходит голод. Многие, наверное, не разобравшись, скажут, Бог поступил несправедливо в этом случае. Если он хотел наказать Саула за то, что тот умертвил гаванитян, то пусть бы и наказывал Саула. Но голод начался уже после смерти Саула. Друзья, если вы тоже пришли к таким выводам, то вы ошибаетесь. И к тому же вы, наверное, невнимательно прочитали подробности этой истории. О причинах голода здесь сказано. И сказал Господь, это ради Саула, и кровожадного дома его за то, что он умертвил гаванитян. Этот голод был наказанием за то, что потомки Саула умертвили гаванитян. Да, но ведь гаванитяне были одним из тех народов, которые по плану Божьему должны были быть уничтожены. Вы помните эту историю? При входе израильского народа в Ханаан Бог повелел своему народу уничтожить те народы, которые погрязли в идолопоклонничестве. И в число этих народов, которые должны были быть уничтожены, входил и город Гаваон. Но гаванитяне во время Иисуса Навина обманули сынов Израилевых и обманным путем заключили с ними союз. Израильтяне поклялись гаванитянам, что они не истребят их. И эта клятва соблюдалась вплоть до времени правления Саула. Вот что говорит Библия. Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков Амареев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. Итак, израильтяне во дне Иисуса Навина дали клятву гаванитянам, что они их не истребят, а Саул и его кровожадный, как здесь сказано, дом, хотели истребить гаванитян по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. В Сауле взыграла ревность, и он умертвил некоторых из гаванитян. И все это преступление выходит наружу уже во время правления Давида. Начинается голод, и Давид обращается к Богу и хочет узнать причину этого голода. Бог открывает причину, и каковы же были дальнейшие действия Давида. Давид решает довести это дело до конца. Он вызывает к себе гаванитян, и вот какой разговор там происходит. И сказал Давид гаванитянам, что мне сделать для вас, и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне. Друзья, хочу обратить ваше внимание на стремление Давида восстановить справедливость, для того, чтобы в стране прекратился голод и для того, чтобы в стране установился порядок. Давид говорит гаванитянам, что мне сделать для вас, и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне. Друзья, правитель, который по-настоящему, а не притворно заботится о своем народе, настоящий царь, настоящий президент или премьер-министр, такой правитель всегда будет искать, как сделать так, чтобы навести в стране порядок, и чтобы в стране установилось спокойствие и мир. Давид был божьим избранником, Давид не был безошибочным и непогрешимым, но Давид стремился так вести дела, чтобы в стране был мир. Именно для этого Давид предложил гаванитянам и сказал им, что мне сделать для вас, и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне. Большинство современных правителей стремятся занять государственные должности не для того, чтобы в их стране навести порядок, а для личной корости. Поэтому во многих странах мира сегодня происходит то, что происходит. Я знаю, что многие из вас сейчас, наверное, скажут, ну вы сейчас уже входите в такую область, которая относится к политике. Верующие люди ведь не должны заниматься политикой. Друзья, скажите, а для чего этот эпизод о гаванитянах помещен на страницах Библии? Не для того лишь, чтобы современные политики, прочитав эти строки, научились тому, что нужно делать в их стране, для того, чтобы в стране установился мир и спокойствие. Государственные органы установлены Богом для того, чтобы наказывать виновных и поощрять делающих добро. Но вы знаете, как часто сегодня бывает? А бывает как раз все с точностью наоборот. Государственные органы наказывают невиновных, а преступники получают награды от государства. Друзья, я хочу задать еще один вопрос. Как вы считаете, что бы было с израильским народом, если бы Давид не наказал настоящих виновников из кровожадного дома Саула? Бог в этом случае взял бы наказание в свои руки. Как это не раз уже было, в стране усилился бы голод, а может быть еще началась бы война и другие бедствия? Давид остановил этот процесс. Он обратился к гаванитянам с вопросом о том, что сделать им для того, чтобы остановилось это бедствие. Мы можем прочитать, как дальше развивалась эта история. И сказали ему гаванитяне, не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал, чего же вы хотите, я сделаю для вас. И сказали они царю, того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов израилевых, из его потомков выдай нам семь человек, и мы повесим их пред Господом в гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь, я выдам. Итак, как мы видим из этого текста, Давид предложил гаванитянам выбор. Давид, как видно из текста, предлагал им и золото, и серебро. Но они отказались, они отвергли все предложения о подарках. И гаванитяне выбирают повесить семь человек из дома Саула, из кровожадного дома Саула. Приговор был приведен в исполнение, и голод прекратился. А теперь, от времени царствования царя Давида, мы с вами перейдем к нашему времени. Вот что Иисус говорит о нашем времени. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней». Как вы успели заметить, друзья, опять в этом тексте мы с вами встречаем слово «голод». И как мы уже видели, что у Бога не бывают какие-либо бедствия просто так. У этих бедствий в наше время тоже есть свои причины. И чуть ниже, в этой же главе, мы можем с вами прочитать. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Итак, каковы причины бедствий в наше время? Разве здесь написано, что беззаконий с каждым годом будет все меньше и меньше? Нет, конечно, здесь не так написано. Здесь говорится, что беззакония на нашей планете будут увеличиваться. И так как беззакония увеличатся, то что еще увеличится? Увеличатся бедствия. А одним из бедствий является голод. Бедствия в наше время увеличиваются, и причина этих увеличивающихся бедствий состоит в увеличивающемся беззаконии. И теперь, когда мы уже с вами познакомились с историей голода во времена Давида и с решением, которое Давид предложил гаванитянам, нам будет легко ответить на вопрос, что необходимо сделать для того, чтобы остановить эти возрастающие бедствия в наше время. Для того, чтобы остановить эти бедствия в наше время, нужно прекратить делать беззакония. Все очень просто, друзья. Нужно прекратить убивать. Нужно прекратить воровать. Нужно прекратить насилие. Нужно прекратить соблюдать воскресный день вместо Богом установленного святого субботнего дня. Да-да, друзья. Бедствия в нашем мире происходят, в том числе и по той причине, что большая часть жителей нашей планеты нагло и намеренно нарушают субботний день. Друзья, у Бога не бывает такого, что люди повернулись к Нему спиной и намеренно нарушают Его заповеди. И при этом у них все нормально. Они живут спокойно. Такое может быть, но на короткий срок. А дальше начинаются бедствия. Друзья, если вы ждете вот такого спокойной жизни, несмотря на беззаконие, то вот такого никогда не будет. Если вы призываете убивать, то не удивляйтесь, если смерть приходит в вашу страну. Если вы на выборах избираете президента и других руководителей, которые такие же кровожадные, как и Саул и его дом, они призывают убивать другой народ, то можете ли вы после этого ожидать, что в вашей стране будет мир? Ваши ожидания будут напрасными. Потому что Библия говорит, «Горе, строящему город на крови и созидающему крепости неправдою». И пусть вас не смущает, друзья, то, что в этом коротком стихе стоит слово «город». Не думайте, что эти слова не относятся к стране в целом, но только к городу. «Всякая страна, которая убивает, ворует и насилует, не может ожидать в ответ мира. Мира в такой стране не будет. Граждане такой страны пожнут горе». Здесь так и написано «горе, строящему город на крови и созидающему крепости неправдою». Но многие почему-то ожидают, что Бог изменит для них свое слово, и они будут убивать и воровать, и при этом жить припеваючи. Но такого не бывает, друзья. Такого не бывает. Итак, возможно ли что-то сделать еще в мире, в наше время, чтобы восстановить мир и спокойствие? Да, можно сделать. Нужно повернуться к Богу лицом, исповедовать свои грехи и попросить у Бога дать силу больше не нарушать его заповеди. Но мы с вами знаем, что народы, населяющие нашу планету, отвергнут этот вариант. Иисус говорит интересные слова, на которые мы не обращаем зачастую должного внимания. Он говорит «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Все же это начало болезней. Обратите внимание, друзья, на последние слова в этом стихе. Все же это начало болезней. Я хочу показать вам, как эти слова звучат в оригинале на греческом языке. Перед вами сейчас подстрочный перевод Нового Завета. Вверху вы видите синим шрифтом написан греческий текст, а внизу дословный перевод на русский язык. И что мы здесь находим на русском языке? Здесь написано «Все же это начало родовых мук». Или иначе говоря, все эти события, которые Иисус перечисляет выше – войны, голод, моры, землетрясения – все эти бедствия Иисус сравнивает со схватками, которые предваряют роды. Сначала схватки слабые, затем они усиливаются, и в конце этого процесса рождается ребенок. А теперь пришло время задать всем нам один вопрос. Какой ребенок должен родиться в результате этих сваток? Или, как здесь написано, в результате этих родовых мук? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, друзья, мы с вами сейчас прочтем дальше то, что говорит Иисус о нашем времени. «Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Давайте сейчас подчеркнем два глагола в этом стихе. Первый глагол – это слово «мучение», и второй – «убивать». Мучение и убивать. Друзья, вот к чему придут эти схватки. Вот к чему придут эти родовые муки. Иисус говорит «Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас». И какова причина? Я хочу, чтобы вы сейчас увидели, что на самом деле будет происходить. Народы творят беззаконие. В результате этих беззаконий в мире начинаются бедствия, голод, мор, войны и землетрясения. И вместо того, чтобы прекратить грешить, какой следующий шаг сделают народы земли в большинстве своем? Не все, но в большинстве своем. Во всех этих бедствиях они обвинят кого? Кого они будут предавать на мучение и убивать? Во всех этих бедствиях они обвинят тех людей, которые соблюдают Божьи заповеди. Это то, что говорится здесь в Библии. Но то же самое мы с вами можем найти и в трудах Олен Вайт. Послушайте сейчас внимательно то, что Вестница Божья пишет в книге «Великая борьба». Затем Великий Обманщик постарается убедить людей в том, что именно те, кто служит Богу, стали причиной этих бедствий. Итак, кто кого будет убеждать и в чем? Великий Обманщик. Здесь речь, как вы уже поняли, идет о сатане. И мы с вами знаем, что сатана сам действует очень редко. Он любит использовать свою свиту. А кто является его свитой? Его свитой являются лже-апостолы, лже-пророки, лже-учителя, ложные учителя. И так, через всех этих людей сатана будет внушать жителям планеты Земля, что во всех этих бедствиях виновны те, кто служит Богу. А на самом деле, во всех этих бедствиях, как мы с вами только что видели, будут виновны те, кто намеренно нарушает Божий закон. Но они всю вину возложат на тех, которые ни в чем не виноваты. И дальше, в этой же цитате, мы читаем. Грешники, разгневавшие Господа, обвинят во всех своих несчастьях тех, кто своим верным отношением к Божьим заповедям всегда служили упреком для нарушителей. Будет объявлено, что люди, пренебрегающие воскресным днем, оскорбляют Бога, что этот грех и вызвал бедствия, которые не прекратятся до тех пор, пока повсеместно не установят празднование воскресения. И что соблюдающие четвертую заповедь, тем самым уничтожают в людях почтительное отношение к воскресному дню, смущая народ и лишая его Божьих благословений. Конец цитаты. Итак, друзья, теперь вам понятно, к чему приведут эти родовые схватки. Кого в итоге родят все отступники? Они родят воскресный день, который является детем папства. Они, образно говоря, выносят и родят этот день. Они примут всемирный закон, повелевающий всем жителям планеты Земля соблюдать день солнца. Вот чем закончатся эти роды. Кстати говоря, Эллен Уайт так и называет воскресный день детем папства. Вот послушайте. Эта власть, возмечтавшая доказать, что она не просто равна Богу, но выше Бога, изменила день покоя на первый день недели. И протестантский мир рассматривает это дитя папство, обратите внимание, протестантский мир рассматривает это дитя папство, как святое, но в Слове Божьем оно названо блудодеянием. Вы обратили внимание на фразу «дитя папство», сказанную в отношении воскресного дня? Воскресный день – это и есть это дитя папство. И все протестанты, соблюдая этот воскресный день, отдают тем самым дань почтения папству, которое установило этот день. Вот еще одна цитата. Движение за соблюдение воскресного дня в настоящее время прокладывает себе путь где? Прокладывает себе путь во тьме, здесь написано. Руководители скрывают истинную суть дела, и многие участвующие в этом движении, сами не понимают, куда несет их подводное течение. Оно, это движение, исповедуют мягкие и на первый взгляд христианские принципы, но когда оно заговорит, то проявит драконовский дух. В воскресный день – это дитя папство, как здесь мы прочитали, прокладывает это дитя папство себе путь где? Это дитя папство прокладывает себе путь во тьме. Путь во тьме – это терминология из той же области. Это описание рождения дитя папства в наше время. Пока это дитя папство прокладывает себе путь во тьме, первые схватки уже начались, уже происходят различные бедствия, но это еще, как Иисус говорит, не конец этих родов. Это только их начало. Придет время, мы с вами услышим, как сначала в Соединенных Штатах, а затем и в остальных странах мира, начнут раздаваться навязчивые призывы соблюдать воскресный день, который Бог никогда не отмечал, как какой-то особый день. Друзья, мы должны быть с вами готовы к тому, что руководители государства на всех уровнях и руководители церкви – пасторы, священники, проповедники различных протестантских и непротестантских церквей, включая некоторых проповедников в церкви адвентистов седьмого дня, под различными предлогами, всеми правдами и неправдами, будут призывать соблюдать воскресный день, вместо Богом установленного субботнего дня. Вот чем окончится эта история этих родов. Вот чем окончатся эти схватки. Бог заранее знал это, и потому Он дал церкви адвентистов седьмого дня весть, треханглийскую весть, которая должна быть распространена в это время в нашем мире. Эта весть должна звучать вплоть до закрытия двери благодати. Вот что говорится в этой вести. Я процитирую только весть одного из трех ангелов. Здесь написано. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом. Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертания на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и притагнцем. И дым мучения будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Конец цитаты. Итак, друзья, Бог предупреждает нас с вами о том, что кто поклонится зверю, тем, что будет почитать воскресный день, это дитя папства, такие люди будут пить что? Такие люди будут пить вино ярости Божьей, как здесь написано, и такие люди будут мучимы в итоге в огне и сере пред святыми ангелами и притагнцем. Я особенно хочу сегодня обратиться к представителям различных протестантских конфессий. Если вы, несмотря и вопреки всей этой информации, все же дерзнете соблюдать несвятой воскресный день, установленный папской властью, вместо Богом установленного субботнего дня, то единственное, что вас ожидает в будущем, после этого, это вино ярости Божьей. И не важно, какой у вас стаж был в вашей церкви, и сколько лет вы посещали свою церковь. Все, кто работает на нашем канале, желают вам очень внимательно отнестись ко всей этой информации и сделать правильный выбор, потому как от вашего решения и от вашего выбора зависит то, где вы будете проводить годы вечности. Аминь. В нашем мире попытки манипулирования человеком происходят столь часто и настойчиво, что давно превратились из разрозненных в стройную, по умолчанию принимаемую всеми как данность систему. Нам продают все, используя манипуляцию. Еду, одежду, медикаменты уговаривают голосовать за того или иного кандидата на выборах, сохраняя при этом некоторую видимость демократии. Неожиданно настойчиво рекомендуют изменить отношение к ранее всеми презираемым поведению, поступкам и идеологии, подкрепляя такое убеждение принятием соответствующих законов, уже обязывающих быть толерантными. Что это? Наш естественный прогресс как цивилизации? Или самая обычная, хотя и хорошо прикрытая, манипуляция ничего не подозревающим человеком? Живя во времена практически повсеместного доступа к информации, мы не только можем, но и должны ответить на эти вопросы и перестать быть просто толпой. Однако есть особенно чувствительная сфера нашей жизни, где манипуляция крайне болезненна и даже смертельна. Это религия. Миллионы людей по всей земле горячо убеждены, что все делают правильно, и их душа может быть спокойна. Но горькая правда заключается в том, что даже в духовной сфере мы не защищены от манипуляции, если доверяемся авторитету человека. Книга «Национальный воскресный закон», предлагаемая вам сегодня, как раз об этом. Она может удивить и даже шокировать. Но то обилие фактов, которые собраны в ней, должны пробудить интерес всякого искреннего читателя. Автор буквально ведет нас за кулисы, туда, куда обычно вход строго воспрещен и где открывается неприглядная реальность. Книгу можно найти по ссылке в описании к видео, а также в сети интернет. Автор субтитров И.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok